Всем привет! С вами Борис и это 47 урок по моддингу сталкера. И сегодняшняя наша тема это создание транспорта. Мы не будем говорить сегодня про вертолеты, про водный транспорт, так как это требует серьезных правок движка. Мы сегодня рассмотрим обычный пользовательский вариант добавления каких-либо машин в игру, то есть с помощью скачивания какого-либо мода. Мод у меня, конечно же, уже скачен для тех, кто в танке. Сейчас вместе с вами будем искать, качать и устанавливать. Также поясню заодно некоторые баги. Ну, во-первых, начнем с того, где нам эту чертову модификацию найти. Можете открыть любой браузер у себя на своей пекарне. Вот. И просто вбиваете транспорт для сталкеров в Припяти. Что у нас тут выдает в поисковике? Ух ты! Сколько всего! Посмотрите, мод фиксит какой-то. Даже википедия есть по сталкеру. Ну, допустим, на плейграунде, да? Что у нас тут есть? Транспорт для 1.6.0.2. Мод вставляет какие-то машины в игру, чтобы заспаунить корыто. Жмем Escape. Затем клавишу F1 и клавишу ниже списка. Ну и тут у нас, соответственно, забитые в скрипте клавиши для автомобилей. Ну, вот, к примеру, вот эту модификацию мы и скачаем. Жмем Скачать. Мать уйти. Ой, начинается. Ссылка будет доступна. Что ж, пропускаем этот момент. Вуаля. Ссылка на скачивание файла появилась. Берем и просто отсюда качаем. Да. Правда, экзешник, конечно, это немножко подозрительно. Ну, ничего страшного. Разберемся. Так, проверка безопасности, как обычно. Отлично. Все, браузер нам не нужен. Берем. Распаковываем. Все это дело. Так, на рабочий стол. Рассмотрим, что там есть у нас. А, ну, в принципе, даже с автоустановкой. А нет, не с автоустановкой. У нас тут есть две папки. Даже что-то к прочтению. А, ну, все то же самое. У нас есть две папки. Бин, где у нас движковые правки, чтобы можно было садиться в машину, заводить ее и так далее. Ну, и геймдата, соответственно, с автомобилями, с их конфигами, моделями, звуками и текстурами. Ну, и скрипт для спавна. Как нам все это дело установить? Очень просто. Берем, копируем обе папки. Заходим в наш сталкер. И просто все. Копируем. Иксер гейм. Заменяем. Все. Ну, вот у нас, соответственно, появилась правочка. Ну, копию, если что, я сделал уже сам просто. Там у меня правочка чуть другая стояла. Ну, и в геймдате рассмотрим, где у нас что. Конфиги. У нас подключен систем сюда. Файлик. Какой у нас подключен? CarSpawns, я так понимаю. В CarSpawns у нас прописаны автомобили, которые можно заспаунить. Их класс и так далее. Ну, соответственно, модели транспорта. Что у нас тут? Он запорожец, лаз, москвич. Ну, даже для примера конфиг какой-нибудь, думаю, рассмотрим. Ну, допустим, конфиг Жужака 968-го. Что у нас тут есть? Так, ну, соответственно, что у нас тут? Эти тяговые колеса, управляемые колеса. Колеса тормозные, двери, руль. Кость, на которую сядет актёр. Партикл выхлопа. Выхлоп тоже самый. Даже дамаг какой-то есть. Фактор параметров engine. Это сам двигатель, соответственно. Тут объём бака. Расход, мощность двигателя, обороты его. Здесь не помню, что это я не трогал. Обороты двигателя. Тоже я особо это не трогал. Так, ну. Колёса. Там радиус колеса используем в просчёте. В принципе, тормозные силы общие. Гирбокс, коробка передач. Вот где, кстати, и кроется основной баг этой модификации. То есть, может, когда себе устанавливали транспорт, вы садились в него и понимали. Блин, лучше бы мне всё-таки добежать, чем на этой колымаге ехать. Здесь надо исправлять общее передаточное число, чтобы ваша машина ехала быстрее. Чем оно меньше, тем она быстрее поедет. Мы даже сейчас изменим 10.63 где-то на 7.63. И чуть-чуть поднимем мощность двигателя с 28 сил, наверное, до 70 сил. Где-то вот так. Если хотите, может, по вашему желанию перестроить колобку передач, сделать её механической, вписав сюда OFF. Можно, конечно, тормоза улучшить и так далее. Ну, damage items, это, походу, при взрыве машины, что образуется, какие запчасти. Параметры взрыва, прочие факторы. Части, которые отлетают. Автоудаление частей. Ну, тут, в принципе, у нас даже и всё. Так, что у нас тут? Соответственно, ещё есть текструс. А, ну, тут у нас кейминт, у нас заранее в наше меню прописано. То, как установить вид от первого, второго и третьего лица, чтобы удобнее было ездить на машине. Хотя это вообще очаревато. Так, ну, что тут? Модельки автомобилей. То же самое. OGF формата. Скрипт. Ну, мейн меню, где прописан вызов. Скрипта UiCheats. Ну, и тут, соответственно, вот прописанные кнопки, по которым вызываешь автомобили. То есть, если у вас, может быть, такой у вас маленькая клавиатура, у вас вот этих нумпадов нету справа. И, соответственно, здесь вы можете себе забить клавишу. Вот, допустим, на вызов жужика какого-нибудь там, ну, запорожца несут. Вот здесь, ниже прописанное то, что вызывает. Отсылки к функциям. Ну, допустим, вот ZAS 968. Чит 11. Ищем чит 11. Вот вызов запорожца такого. Dig end. Ну, можно поменять, соответственно, какую-нибудь кнопочку. Допустим, вызов этой машины у нас будет на циферку 1. Не нумпадовскую, а обычную цифру 1. Ну, вот. Так вы можете избавляться от нумпадовских клавиш, если это, конечно, вам надо. Ну, или создали там тут же здесь новую машину. Здесь ее надо будет дописать для спауна. И здесь сделать еще одну кнопочку. Так. Здесь с этим разобрались. Дальше. Звуки. Ну, это звуки автомобилей. Текстуры где-то какие-то добавлены. Так. Glass. Что тут? Стекло, что ли? Даже сейчас так посмотрю. Да, стекло здесь. Ну, вот, в принципе, вся и составляющая автомобилей. Также тут реально, к сожалению, очень много багов. Самая основная проблема вот этой самой модификации – это очень медленные машины. Как вам исправлять именно вот этот баг с медленными машинами, я вам показал. Бывают тут еще некоторые багованные капитально модельки автомобиля, например, как ГАЗ-66. Вы сейчас сами можете наблюдать то, что у нее какая-то непонятная прыгучая подвеска и нереальная рулежка. Но, в чем фишка? Здесь всегда можно подгонять машину под себя. Я играю иногда там в свою собственную соляночку, там изержинный пак, еще что-то там, что-то наколупал. И переделал ГАЗ-66. Я ему модельку подправил. Там у него не было веса на колесах, насколько я помню. Спринг-фактор, кости. Что-то еще там я подправлял модельки. Ну, менял мощность двигателя, коробку передач, там передачное число и самих передач, и общепередачное число. И, в целом, она у меня получилась такой, чтобы можно было проезжать абсолютно любые препятствия. Ну, даже какие-то самые тяжелые. Вот, вы можете сейчас наблюдать пример. Это Пси-пролом на Затоне. И за ним будет камень еще. Мы их спокойненько проедем. Также, тут еще есть такой баг, как неправильно сидячий в салоне автомобиля актер. То есть, если вы включите вид от первого, второго... Ну, не от первого, от второго и третьего лица, вы увидите, что актер у вас в машине тупо стоит. Но, к сожалению, не прописаны здесь анимации для актера, когда он сидит в автомобиле. Потому что изначально разработчики не предполагали автомобили в Зове Припяти. Они анимации убрали, видимо, урезали. Ну, и теперь вот такая вот балага получается. Можно, конечно, поставить правку от Колмогоры, и там он уже будет сидеть нормально. Ну, по крайней мере, руки на руле у вас 100% будут. И еще есть такой баг, что вы, если будете убиты в машине, вы получите вылет. Лог, к сожалению, я не помню. Опять же, Колмогоровской правочкой это все поправляется. Ну, и, соответственно, еще один баг. Когда вы заспавнили себе машину на локации, и оставили ее, сохранились, вышли из игры. И потом зашли снова. Ой, а что-то я жму вперед, она у меня едет назад. Это, ну, не знаю, как объяснить, там, видимо, баг движка. Но, чтобы этого не было, надо ставить машину передом на север. То есть, вы можете это увидеть на своей мини-карте, где показан, где север, где юг. И мордой машину ставите к северу. Выходите, сохраняйтесь там. Если вы войдете снова, у вас все будет полностью в порядке. Ну, и давайте, в конце концов, все-таки немножко протестируем то, что мы сделали. Итак, мы запустились. Проверяем опции наши, управление. Ну, вот, вид от первого, второго, третьего лица по стандарту идет. Кнопку запуска двигателя я не нашел, но, видимо, команда уже заранее забита в движок. Ну, что ж, тогда начинаем новую игру. И будем сейчас тестировать наши изменения. Оп. Во, другое дело. Сейчас мы пролагаемся. Во, пролагались. Все, нажмем Escape, F1. И исполнен, наверное, наш запорожественную клавишу 1. Мы сами ее поменяли. Ну, вот наш жужик. Какой-то он полигональный. Ой, господи, что это с сидушками такое? Не. Ну, главное, на ходу. Ну, вот, залазим в машину. Да, на кнопку детектива двигатель. Можно даже фары включить на фонарь. Но мне кажется, от этих фонарей толку как-то нет особо-то. Как-то приборная панель больше засвечивает. И неудобно будет ехать. Ну, соответственно, вид от первого, второго, третьего. Вот, вид от второго лица. Тут у нас, да, есть такой баг. Постоянно может скакать камера. Ну, и третье лицо. Тоже очень часто может камера проскакивать вот таким макаром. Возвращаемся к первому лицу. Ну, и сейчас выйдем куда-нибудь. Прокатимся, вот. Тут уже чувствуется прямо, что машина едет как бы, ну, гораздо бодрее. Так, сейчас немножко отдалимся, наверное. Так, разгон. Адский разгон. О, да. Теперь такая, ну, вообще нормальная крейсерская скорость. А по воде ему ехать не по воде ему всё равно. Вода это просто обычная плоскость с шейдером и текстурой. Всё. Да. Наверное, он какой-то, не знаю, стрит-сракер. Я вас так умудряю заезжать. Ну, а что-то у него проходимость, да. Всё-таки немножечко хромает. Куда-нибудь суть, то ли, непонятно. Ладно, сейчас разгону возьмём, пацаны. Иссаки. Ха, тут ну, и даже фары слабо светят. Долго от этих фар на этом жужике. Думаю, на других машинах всё немножко получше. Да, конечно. Вот этот неправильно сидящий актёр, это, конечно, дико ещё мозолит глаза. Где-то подвеска какая-то вообще. Надо, скорее всего, будет в модельке автомобиля спринг-фактор в костях колёс поменять. Тогда может быть нормально. Ну, может сделать заново развесовку костей. Это будет ещё лучше. Ну, бандосы. А вот наш статичный товарищ, который никогда не поедет. Ну, короче, Ярик хуярит, блядь. Как обычно, ну, Аппи. Ярик водила, блядь. Только вопрос. Потечёт на него бачок или нет? Хотя какой-нибудь бачок. Не, ну, в принципе, вот если так попеределывать, то, в принципе, неплохой транспорт. Можно куда-то даже и добраться. Сейчас доберёмся, наверное, до всеразлома. И, как раз, если интересно, хочу там протестировать этот ГАЗ-66. Вот, в его, скажем так, стандартном обличии. Не тот, который я делал в своей модификации. Так, стой. Корыто, без тормозов. Так, F1. Ну, ну, пад 6. Да, ГАЗ-66. Соответственно. И сейчас мы как раз увядаем все его, скажем так, минусы. Заводимся. Вот, у нас уже задняя передача. Она какая-то вообще левая, непонятная. Она с каким-то, не знаю, таким диким передачным числом. Вот, вот что это за рулёжка? Вот, никто объяснит. Ё-моё. Стой. Ты куда? Ты чё, дурак, что ли, мент? Господи. Намучаюсь я с тобой. Зато удобно разворачиваться. Но этот плюс не перекрывает все её минусы. Сейчас, сейчас, мы, сейчас, мы. Дик, задрал. Так, сейчас. Пацаны, афрод, короче. Спускаемся. Дави на ГАЗ. Оп. Вот, она уже начинает отскакивать. Не, ну, в принципе, её ползать может, но это надо настолько придрочиться к этой машине. Здесь надо на костях менять этот. Вот, спринг-фактор. Кроме, Редак на свои шишики сделал. А, и всё, острял, короче. Ты, господи, пошла нам за задницу. Негодная машина. Ну, и... Вот, в принципе, всё. Плюс у меня, к вам, есть ещё одно такое предложение. С, скажем так. Я могу сделать лайв-видео, где мы начнём исправлять, в принципе, косяки этой модификации. То есть, вот эту вот прыгучесть шишиги мы исправим. Дадим ей, скажем так, побольше мощи. Запорожье тоже такое. И тут с дубовой подвеской мы исправим. Ну, что ещё? Ну, в принципе, и всё, что я хотел сказать. Ну, ребята, на этом всё. С вас лайк, подписка. И, соответственно, расскажите друзьям о моих уроках моддинга. Ну, ребят, до новых видосов, до новых встреч.